Всем привет! Сегодня я расскажу вам 9 коротких фактов о Морганукодоне. Перед началом я хочу выразить большую благодарность Лимурхе. Она помогла мне как с идеей, так и с фактами. Спасибо тебе! А теперь давайте перейдем к фактам. Морганукодон – от латинского «зубы из голоморгана» – один из древнейших млекопитающих, существующих в позднем триансе юрского периода. Впервые ископаемые останки млекопитающего были обнаружены в Голоморгане, немецким палеонтологом Вальтером Георгием Кюнем. Морганукодон обитал на Земле около 221-210 миллионов лет назад. Ископаемые останки также найдены в провинции Юннань в Китае, во многих местах Европы и Северной Америки. Морганукодон был небольшим покрытым шерстью животным, опирался на всю стопу, хвост был относительно длинным. Длина черепа составляла 2-3 сантиметра. Длина тела около 10-ти. Внешне напоминал крысу или землеройку. Морганукодон, по всей видимости, вел ночной образ жизни, а днем находился в норе. Этому нет прямых свидетельств, но, однако, существуют многочисленные доказательства тому, что млекопитающие произошли именно от таких ночных существ, как он. Как и большинство современных насекомоядных, взрослел он довольно быстро и, в отличие своих предков, тепсид не мог похвастаться продолжительностью жизни. Размножался морганукодон, откладывая яйца, которые были небольшими и кожистыми. Существуют доказательства, что у морганукодона были специальные железы для ухода за мехом. По-видимому, морганукодон питался насекомыми и мелкими животными, прям как современные землеройки. Считалось, что ранее этого вида млекопитающие были более теплокронными, чем животные в то время, точнее рептилии, и поэтому были более проворными, что давало им преимущество в охоте за насекомыми. У морганукодонов был маленький мозг, но было также более развитое поведение. У этого млекопитающего слух был чувствительен к более высоким частотам, чем у современных птиц и рептилий. У морганукодона 10 кГц, а у птиц и рептилий 5. На момент открытия морганукодона он был старейшим из известных животных. Челюстной сустав, образованный зубными и чешуйчатыми костями, важная особенность скелета, которая служит одной из определяющих характеристик этого млекопитающего. Ну а на этом факты о морганукодоне у меня закончились. Пишите в комментариях, записывать ли мне факты о первобытных животных или нет. Ну а с вами была Ня Кавай. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok